Мы не талибы. Как же тут полыхает в районе Кремля. В российских каналах, федеральных и не только, натуральная истерика. И связана она с визитом украинской делегации во главе с президентом в Соединенные Штаты. Здесь просто такой вопль, такой крик. Хотя на самом-то деле они просто скатились до того, что стали просто смешными. Это интересный момент, что что-то подобное было на День Независимости. И вот не прошло и нескольких дней. И они смешные. Они тут нам что, товарищ Прилепин рассказывал? О том, что россияне не талибы и мы обязательно вернемся. Зато мы большая. Зато, безусловно, Петр прав Украины вернется. Действующие и будущие депутаты Госдумы собрались у Оли Скобеевой и рассказывают о том, что Украина это наша, это Россия, это все несправедливо, что обязательно придут эти российские орки и захватят Киев, захватят Львов, захватят Ужгород. Все это мы слышим последние, ну сколько уже, 7 лет. Но на самом-то деле это просто от бессилия. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, меня зовут Роман Сымбалюк, я называю здесь вещи своими именами. Ну а российских пропагандистов, нет, не российскими пропагандистами, а информационными войсками России. Коррупции от предела, от вранья, от демагогии не могут отучить. На самом деле быть русскими, потому что, конечно, они русские и хотят быть русскими, и мечтают быть русскими, и хотят вернуться в Россию, и вернуться. Я, честно говоря, с ужасом смотрю, какой объем материала мы предоставляем нашим русским людям по поводу визита Зеленского в США. Такое впечатление, что это какое-то важное событие. Для американцев визит главы Гондураса важнее в сто раз, чем визит Зеленского. Оля и ее команда страдают на тему, что был шанс захватить Украину в 2014-2015 году. Но если бы он был, они бы им обязательно воспользовались, потому что сама Оля говорит о том, что нужно действовать решительно. И они действовали на российские захватчики решительно в 2014-2015 годах. Не провожу параллели, но тем не менее, нужно было, наверное, и возможно действовать ополченцам Донбасса. Просто идти до конца. Не получалось у них как-то идти до конца. И мир бы вынужден был с ними считаться. И Россия должна была их... Настолько решительно, насколько могли. Дальше можно было бы, но нужно было действовать откровенно, как нацисты. Ну, в данном случае российские. То есть нужно было поднимать всю российскую авиацию, лететь и по-настоящему бомбить украинские города. Мариуполь, Киев, Харьков, Львов. Кстати, нет, Львов они почему-то бомбить не хотят. Наверное, боятся духа Степана Андреевича Бандеры. И точно так же улетит вся эта шайка западенцев, которые пытаются свою идеологию на нашей русской Украине, нашей русской земле насадить. Вот все они побегут и подавят их счастье не очень-то и жалко. Но на самом-то деле, вот этот визит Зеленского, он во многом очень и очень показательный. Вы можете по-разному относиться к украинскому главе государства, как граждане Украины. Кто-то его фанат и голосовал за него, кто-то в нем разочаровался, кто-то наоборот стал к нему присматриваться. Потому что я многих знаю, которые говорят, что на фоне вот этих действий, которые они сейчас проводят, говорят, блин, так вот тут не зера, да. В общем, у нас могут быть любое количество мнений по поводу правления, президентства. У нас не правление, у нас президентства Зеленского. Но если мы говорим о Соединенных Штатах и визита Зеленского, смотрим декларацию. Что там написано? Два основных пункта. Это поддержка территориальной целостности и суверенитета, да. Вот оккупанты говорят, что мы там братья, но они в нас стреляют, а американцы нам помогают. Я не ищу себе новых братьев или сестрер, нам это не надо. Мы большая, большая, большая и богатая, независимая страна. Но факт остается фактом, что эти говорят, что Украина была ей и будет, а эти говорят, что мы вас уничтожим. Конечно, у ополченцев получалось, потому что взяли Иловайск, взяли Саурмогилу, взяли Донецкий аэропорт, все ключевые точки взяли, и ни один город украинская армия не взяла. Только оставленная ополченцами Славянск зашла, и только оставленная ополченцами Счастье зашла. Все, за что мы воевали, мы везде победили. Но на самом-то деле, независимо от того, как вы относитесь к Зеленскому, этот визит очередной раз показал, Украина это уже Запад. И тут была масса таких, знаете, взорвавшихся, не люблю это слово, но скажу пуканов по поводу, что подписаны декларации, заявления о намерениях о строительстве американских атомных электростанций в Украине. На самом-то деле, они там говорят, что это нам невыгодно, там еще что-то. Ребята, вы не поняли, что произошло? Вас, россиян, то есть где были российские технологии, где были российские ТВЭЛы, где было российское, как результат политическое присутствие и влияние в Украине, вас просто выгоняют с украинского рынка. Нам в любом случае нужны атомные станции. И не так много стран, которые имеют технологии строительства полного цикла. Не так много. И Россия имеет, Соединенные Штаты и еще несколько государств. И у нас вполне возможно, что через несколько лет будут атомные станции. Понимаете, я вот вспоминаю, сколько было переговоров между Кравосисией, Николаем Азаровым и Владимиром Путиным, на то время премьер-министром, по поводу достройки ХС-3 и ХС-4 Хмельницкой атомной станции. Знаете, почему Кравосисия не договорился? Тот самый Кравосисия, ну я имею в виду Николай Янович Азаров, который сейчас живет в Москве много лет, не так долго, как я, но тем не менее, рассказывает, какая плохая Украина. Что ж ты, великий государственный деятель, не договорился с российскими партнерами? Это ужасно все, Ольга. Абсолютно ужасно. Абсолютно ужасно и больно. И эстетически отвратительно. А я вам отвечу, потому что он мне сам об этом рассказывал. Он говорил, что россияне выкортили такие процентные ставки, такие условия, что нам просто невыгодно. И мы отказались. Это было самое, нет, это было последнее пророссийское правительство Украины. А тут такой поворот. Смотрим дальше. А что там у нас? Поддержка американского экспорта. Ну, кто-то скажет, что Украине это невыгодно, что мы поддержим американских производителей. Друзья мои, что-то мы купим, что-то нам поставят, что-то будет где-то организовано совместное производство. Но что будет в результате? В Украине появится западная техника, в том числе военная. Понимаете? И это меняет полностью культуру государства и людей, которые на ней работают. Это значит, что будет больше английского языка, будет больше интеграции в западный, в том числе технический мир. Наш министр сказал о том, что они ставят вопрос о том, чтобы YouTube открыл свое представительство в Киеве. Вот кто-то думает, что это мелочи. Я не знаю, чем эта история закончится, потому что Google, они могут сказать, там, ахера нам это надо, нас и так все устраивает. Но, скорее всего, так оно и будет. И это общий тренд. Вот смотрите, после того, как развалился совок и появились прекрасные независимые государства, ну, кроме России, с Беларусью есть еще вопросы, ну, неважно, появилась независимая Украина. Западные компании работали по одному лекалу. Допустим, там, директор какого-то, там, я не знаю, международного бренда, любой возьмите, по России и странам СНГ. То есть, они смотрели на этот рынок с точки зрения Москвы. Приезжали в Москву и вот таким вот образом. Так, потом распределяли товары, там, были региональные представительства, допустим, того же Сименса, который, по-моему, так у них, ну, по поводу бренда я не настаиваю, который, соответственно, там, уже назначал представителей, допустим, в Украине или в других государствах. Теперь эта схема меняется. И когда или если YouTube откроет свое представительство в Украине, что это будет значить? Это будет значить, что вот это вот пророссийское информационное говно, смотри предыдущее видео об общении Путина со школьником из Воркуты, бедный мальчик. Российское информационное присутствие будет сведено к минимуму, понимаете? И это просто, они здесь, знаете, вот истерят, истерят. А происходят фундаментальные изменения. Фундаментальные. Да, конечно, мы же все ждем того, чтобы наша дорогая зеленая команда, президент Зеленский, провел честный конкурс на главу антикоррупционной прокуратуры, а не то, что они там мутят. Мы об этом все знаем. Мы знаем, что украинскому политическому классу, независимо от фамилии президента, они не хотят, чтобы были независимые органы, которые могут брать их за яйца, ну или за что-то другое, если яиц нет, и сажать в тюрьмы за то, что они воруют. И этот процесс, он, да, он идет со скрипом, он идет, ну как бы упирается, вот это наше украинское глубинное государство, но он идет. Смотрите, что получается. У нас получается создание системы закрытого цикла НАБУ, вот сейчас специальная антикоррупционная прокуратура и антикоррупционный суд. А, ну и дальше там Менская колония от города Мена, Черниговская область. Я там частенько проезжаю транзитом. Там, по-моему, кстати, Луценко когда-то сидел. Понимаете? Вот что происходит. И этот процесс, он, его не остановить. Почему? Потому что даже украинское глубинное государство, я говорю сейчас о чиновничьем классе, они не смогут этому противостоять. Почему? Потому что вбок стоит русский оккупант и тычет, тычет тебе, и кровь идет, и больно, и страшно. Давайте еще один момент. Тут же, почему я говорю об истерике? Они же тут вышли сами на себя. В трансляцию попали кадры, где видно, что разговор телохранители ведут на языке государства агрессора. Про быть или не быть русскими, забавно, конечно, что телохранители президента, который приехал жалиться и рассказывать про российскую агрессию, разговаривают на русском языке, потому что на другом языке эти люди разговаривать не привыкли. Что получается? Получается, что Рома, то есть я прав, а Оля нет. Сколько раз она нам говорила о том, что у нас ущемляют русскоязычные, что нам не дают разговаривать на русском языке, что у нас едят русскоязычных младенцев. Страх и ужас. Я иногда думал, блин, а что же, у меня дети говорят, старший, у него первый язык русский, что же, нам нельзя в Киев ехать. А получается, просто врут. Они тут говорят, что русский язык — это язык страны-агрессора. Ребята, идите нахрен. Русский язык — это не только Россия. И это очень важно понимать. То есть я ни в коем случае не призываю менять статус языков или еще что-то. Украинская мова, еды на дожавна. Все, хватит говорить о языковых проблемах, потому что их нет. Нужно заниматься чем? Евроинтеграцией и экономикой. Это очень важно. И да, конечно же, мы еще посмотрим, как тут взрываются пуканы. И уважаемые товарищи, уважаемые в России рассказывают о том, что они не все просрали в Украине. Но на самом-то деле все все прекрасно понимают. Украина своей самой сильной в Европе армии просуществует в нынешнем своем виде 20 минут, полчаса, неделю, пока донецкие подразделения успеют дойти неспешно до Киева. Вы чувствуете уровень дискуссии? Они нам тут рассказывают о том, что они везде победили. А в чем заключается эта победа? Взяли Донецкий аэропорт. Взяли? Ну, взяли. Самолеты летают туда, российские? Не летают. Удивительно, да? Удивительно, что из Донецкого железнодорожного вокзала до российской оккупации можно было уехать в Москву. А после прихода России поезда в Москву ходить перестали. Как вы думаете? Касается это в том числе и самолетов. А тут они рассказывают о том, что они нас всех поубивают. Не знаю. И говорят, что американское оружие не пойдет нам на пользу. Зеленскому пообещали, что в новый пакет военной помощи Украине 60 миллионов долларов включат ракетные комплексы «Джавелин». Такими темпами Украина сравняется по их количеству с талибаном. Мы не будем соревноваться с талибами, потому что Украина не представлена в регионе Афганистан. Да, там работали наши спецназовцы, помогали эвакуировать людей. Но это не зона украинских национальных интересов. И тут нет ничего плохого, потому что так. Но кто там, друзья, талибов лучшие? А, россияне. Но тут важно понять. Вот таким вот товарищам, типа Прилепина, Евгения, кстати, а не Захара Прилепина. А то он себя так называет. Нет, нет, нет. Вы СБУ не проведете. Они нам угрожают войной, убийствами. Но в отличие от Афганистана, в случае того, если русский Мишка и его Иваны, которые насмотрелись Оли, снова захотят орыпнуться на Украину, то в танках гореть будут они. А Украина? Ну а что Украина? Украина уже Запад. Украина была, е и будет. Подписывайтесь на мой чудо-ютуб канал. Большое спасибо патронам и патронессам, которые начали меня после лета снова баловать. И исходим из одного простого тезиса. Взабудараст. Чао.